МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа «12 новостей республики» на телеканале «Регион-12 интернет». Версия нашей программы на сайте tvregion12.ru В студии Екатерина Роман. Те, кто бесплатно ждите месяц, два или полгода, а за деньги добро пожаловать на прием прямо сейчас. Негласные правила приема юных пациентов, установленные в детской стоматологии Шкаралы, увы, хорошо известны тысячам родителей. Деление пациентов на касты в зависимости от их материальной возможности начиналось сразу у окошка регистратуры. И долгое время на уровне Минздрава республики этого то ли не замечали, то ли не хотели замечать. Но вскоре ситуация изменится, ведь обращения шкаралинцев услышаны. Руководитель республики Александр Евстифеев сегодня рано утром посетил детскую стоматологию, чтобы лично ознакомиться с проблемами пациентов и врачей медицинского учреждения. В 7 часов утра Александр Евстифеев был у регистратуры детской стоматологии Юшкаралы. И буквально сразу встретил отца, ребенка которого только что записали на прием к врачу. Правда, состояться такой прием и последующее лечение зубов малыша может только через целых 5 месяцев. Хотя альтернативу в регистратуре отцу предложили. Полечиться сегодня же, но за деньги. Лидия Владимировна, давайте не вилять. Вы талончики сегодня выдавали на 5 месяцев вперед? Сегодня будем мы раздавать. То, что будете, это будет. Я вас спрашиваю вполне конкретно. Сегодня к вам родители с детьми подходили. Вы записывали на 5 месяцев вперед или предлагали взять талончик на платной основе? На платной основе мы никому не предлагаем. Они у нас живут сами. Не больше вразумительных ответов глава региона получил и от руководства детской стоматологии. Дело в том, что у меня есть не одна жалоба о том, что платно. Вы ведь как раз заместитель по экономике. Да, по экономике. Это ваше решение, что мы на возмездной основе берем в день обращения, а на бюджетной основе берем на 5 месяцев вперед? Нет, это не дело в том, что мы... Это чье решение такое? А как не принимать-то? Как закон разрешает... Значит, врачи у нас есть. Мы принимаем, пожалуйста, на платной основе в любое удобное время, по потребности. А на безвозмездной основе мы принимаем через 5 месяцев вперед. Ну что делать ребенку, даже если эта боль не является острой? Но 5 месяцев ребенок может терпеть. Безрезультатный разговор с исполняющим обязанности главного врача детской стоматологии. Александр Евстифьев закончил обещанием разобраться в ситуации с привлечением руководства Минздрава Республики. А наш канал добавляет фактов для будущей беседы. За 2002 пульпита. Ну это дорого для нас. Ну а что делать? Зубик-то, блядь. Полгода назад записались. Вот вчера нам позвонили. Мы с района сегодня приехали, сразу удали. Мы ждали 3 месяца по льготной очереди, так как мы многодетные, 3 месяца ждали, чтобы полечить зуб. Именно полечить? Да. А с экстренной? Ну экстренной удаления это всегда можно спокойно, а вот на лечение трудно попасть. Если записаться по электронке, то в течение недели можно попасть. Если напрямую записаться, то 5-6 месяцев надо ждать очереди. Я в шоке, конечно, 5-6 месяцев. Это наше время, 21 век. Морел переходит на энергоэффективные системы освещения. Морел утверждена дорожная карта по переходу на более современные и экономичные источники света. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правительства. План замены устаревших ламп рассчитан на период до 2020 года. Согласно требованиям дорожной карты, доля таких ламп в общем количестве закупаемых для бюджетных учреждений и муниципалитетов регионных источников света должна снизиться с 90% в текущем году до 25% в 2020. Согласно распоряжению правительства региона, уже через три года доля светодиодного освещения, в том числе с использованием энергосервисных контрактов, при оборудовании уличного и дорожного освещения, должна достигнуть в Морел 40%. В организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности, доля светодиодов в общем количестве ламп к 2020 году составит не менее 75%, в государственных и муниципальных учреждениях – не менее 30% и 20% соответственно. Заброшки не останутся без внимания. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проверят состояние бесхозных и заброшенных строительных объектов, расположенных в черте Ишкаралы. Принять участие в этой работе может и каждый неравнодушный горожанин. Фотографии с недостроенными зданиями, создающими угрозу для жизни и здоровья детей и молодежи, а также нарушающими облик города принимаются по адресу электронной почты, который вы видите на экране. По итогам мониторинга планируется осуществить выезд экспертов по указанным адресам, направить обращение в контрольно-надзорные и органы местного самоуправления с настоятельным предложением принять меры по ограничению доступа к долгостроям. Напомню, месяц назад в Ишкарале на одной из заброшенных строек в центре города пострадали двое подростков. 7 июля с третьего этажа заброшки на Ишкинина выпала 12-летняя девочка, а 13 июля 14-летний мальчик. Оба ребенка были помещены в больницу с серьезными травмами головы. Внимание детям или внимание детям. В Ишкарале активизировалась работа по предотвращению детской преступности. Как пояснили в администрации города, именно на сентябрь приходится рост числа преступлений, главными фигурантами которых становятся подростки, как в числе пострадавших, так и в числе нарушителей закона. Связано это в первую очередь с тем, что дети из районов возвращаются для обучения в старших классах и заведениях среднего образования, оставаясь без постоянного контроля родителей. Статистика показывает, что наибольшее число преступлений среди молодежи совершаются подростками в возрасте 16-17 лет. У нас на сегодняшний день на территории города Ишкаралы 54 792 несовершеннолетних. Это огромное количество детей. Это наше будущее, это наш авангард. И, конечно, задача комиссии сделать все возможное, чтобы их пребывание на территории города, вот жизнь наших детей была безопасной. Сегодня стоит острая необходимость создания общегородского родительского комитета, чтобы родительская общественность непосредственно принимала участие и в заседании таких комиссий в том числе. Сегодня у нас есть потребность говорить о внеурочной занятости наших детей. По итогам лета для себя мы можем сказать, что не все родители на сегодняшний день могут отправить детей при сегодняшней ситуации в лагеря. И огромное количество детей у нас сегодня находилось в городе. Вот это тоже дает определенный рост незанятости, рост преступлений, огромное количество соблазнов. Так, по данным МВД, за первое полугодие в Яшкар-Алине совершеннолетними совершено около 250 правонарушений и преступлений, почти четверть из них уголовные. Несколько раз выросло число нарушений комендантского часа, когда подростки в ночное время оказываются на улицах города без сопровождения взрослых. Современные состояния и перспективы развития региональной системы образования. Эта тема станет основной в ходе августовского педагогического форума. Августовский образовательный форум работников образования республики традиционно проходит во второй половине августа. О том, где учиться и чему, какие навыки нужны для успешной карьеры и адаптации под новые запросы рынка труда, какие появились инновации в образовании, обсуждается на муниципальных площадках. Главной дискуссионной площадкой для всех станет республиканская конференция. Принять участие в работе конференции приглашаются все, кто заинтересован в понимании главных тенденций современного образования. Сегодня форум стартовал в Новоториальском и Советском районах. Форум показывает, как связаны сегодня разные уровни и сферы образования в Республике Мариел. Участники расскажут о существующих возможностях в разных сегментах образования и покажут, как выбрать свой путь в образовании. Это не только программы лучших государственных и муниципальных школ, профессиональных образовательных организаций, образовательных проектов, но и частные инициативы, инновационные технологии в инклюзивном обучении. В Вишкороле стартовала благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Принять участие в ней могут учреждения, предприятия и все неравнодушные жители. Ежегодно акция проводится для оказания помощи детям из многодетных, малообеспеченных семей, детям-инвалидам, а также семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В школах города организованы пункты сбора для приема канцелярских принадлежностей, портфелей, школьной формы. Присоединиться к акции и помочь собраться детям в школу могут все желающие. Природная угроза, которая может подстерегать летом и в лесу, и на садовых участках – клещи. По данным Роспотребнадзора, с начала текущего года с жалобами на присасывание клещей в медучреждение Морел обратились уже более 800 человек. В каждом четвертом случае от опасных насекомых пострадали дети. Впрочем, эти данные не превышают среднемноголетних значений. В Роспотребнадзоре напоминают – сезон клещевой активности продолжается. И чтобы обезопасить себя при присасывании клеща, необходимо провести его обследование, сделать которое можно по адресу Ишкар-Ламышин и Строителей, 121. И вновь интернет-мошенничество, и вновь жертвы собственной доверчивости. Ишкар-Линка, решив купить полис ОСАГО через интернет, на одном из сайтов оформила заявку, в которую указала личные данные и реквизиты банковской карты. Сразу после этого на ее сотовый телефон поступило СМС-сообщение с кодом, который она ввела на сайте страницы. Полис ОСАГО она ждала, как и было обещано, в течение двух дней. Но девушке ничего не прислали. Лишь после этого она обратилась в полицию. Выяснилось, что мошенники действовали через так называемый сайт-двойник, который незначительно отличается от официального. Воспользовавшись невнимательностью Ишкар-Линке, аферисты получили 3,5 тысячи рублей. Еще одна жительница морейской столицы лишилась 6 тысяч рублей, пытаясь продать через Авито детскую коляску. Покупательница по телефону пообещала перевести деньги на карту и попросила ввести некоторые данные в банкомате. Позже девушка, проверив баланс карты, обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию. Возбуждены уголовные дела. Как напоминают в полиции, пароли и пин-коды – это личная информация, знать которую должен только владелец карты. И больше никто. Не доверяйте СМС-сообщениям и телефонным звонкам с незнакомых номеров. Кроме того, рекомендуется пользоваться проверенными интернет-ресурсами. Внимательно читайте комментарии к аккаунтам, страницам и сайтам. Талантлив, обаятелен и влюблен в Ишкаралу, где много лет назад делал первые шаги на профессиональной сцене. А Ишкарала, казалось, влюбилась в него с первых же аккордов. Денис Клявер, популярный российский исполнитель, в день города 5 августа выдал горожанам полноценный полуторачасовой концерт. Вся Патриаршая площадь пела и танцевала под новые хиты и старые знакомые песни времен дуэта «Чай вдвоем». Но еще до концерта на интервью в студии первой ишкаролинской радиостанции «Пульс радио» Кляверу было не до песен. Ты и я, две половины, ты и я, два героя картины. Вспомни, как меня покорила и любить научила. Романтичный, элегантный, любимец миллионов. Ишкарала на Патриаршей площади свой день рождения отмечала вместе с Денисом Клявером. Ну а перед концертом Денис заглянул в студию «Пульс радио», чтобы в прямом эфире ответить на вопросы слушателей и пообщаться с ведущей «Пульс радио» Ириной Мирошиной. Вот так по-детски попрыгаем. У нас в студии сейчас очень красивый, приятный гость. Это Денис Клявер. Денис, привет! Здравствуй, дорогая, здравствуй, Ишкарала. Очень приятно, что я сегодня оказался здесь, практически в близком и родном городе Ишкарала, потому что творческий поступ по сцене, одни из самых первых, наверное, были в том числе. Проходили через Ишку. Проходили через Ишку, да. Здесь большое количество друзей, товарищей. И как прекрасно, что как будто это было все вчера, хотя пролетело огромное количество времени, больше 20 лет. Ну, слушай, все меняется. 17 лет в дуэте – это огромный срок, это потрясающий опыт, это очень круто. Не хочу ничего делить, у нас мы молодцы оба со Стасом. Все, что мы сделали, сделали, конечно, вместе. Не делите это все. У нас со Стасиком все с 50 на 50. Это наше детище. Просто, опять же, повторяюсь, каждый выбрал свою дорогу. Я продолжаю музыкальное настроение романтическое. Стасик ушел в такой более, опять же, эксцентризм. Тоже, который имеет успех. И замечательно. Мы друг другу не мешаем, не переходим дороги. В принципе, конечно, если уж говорить вообще об идеальном исходе, можно было сохранить дуэт и заниматься параллельно с сольными проектами. Но опять же, как Абба, можно когда-нибудь лет через 20-30 соединиться, снять фильм, сделать гастрольный тур. Через 20-30 мы сможем поближе, если это будет интересно обоим, интересно зрителям. Хотя, как показывает практика, зрителям это очень интересно, это тоже радует. Насколько ты зависим от социальных сетей, от инстаграмов, телеграмов? Я могу сказать так, что я не социально зависимый человек, я имею в виду соцсетей, но профессия обязывает. Публичный, поэтому. Да, публичный. И это уже, конечно, не игрушки, это средства коммуникации. По сути, меняется, сокращается дистанция между зрителем и артистом. Конечно, для артиста это потрясающе, действительно. Есть возможность обратиться и пообщаться, более того. В любую минуту, в любую секунду, да. Раз, два, три! Белое платье, белая фонтала, в лечах нежных и страстных кружится голова. Сет ли такой родной, теперь он будет всегда с тобой. Надо понимать, что песня это эмоция, песня пишется реально за 5 минут, ну вот серьезно. То есть люди, которые имеют отношение к творческой ретрансляции, будем так называть. Вот мне кажется, что глупо, если человек считает, что он гениальный композитор. Он не гениальный композитор, просто он ретранслятор, которого Господь Бог выбрал. И там вот сверху, через него передаются эти ноты, или если он поэт, то стихи, если он художник, вот эти картины. Тебе нужно просто найти вот эту точку доступа туда, наверх, и пошло. Берешь ручку или там садишься за фортепиано, за песни реально, которые становятся хитами. Когда приходят, в нем, ночью, вечером, утром. Неважно, во сне никогда не приходят, во сне приходит какая-то фигня, которая, более того, я помню, даже диктофон с собой брал пару раз. Но сейчас-то все в телефоне, и начинаешь что-то напевать, да, с утра слушаешь, думаешь, что за пьяный бред вообще какой-то непонятный. Кто сейчас из молодых исполнителей на российской эстраде тебе нравится? Ну, кто, кажется... Я могу сказать, что сейчас очень много появилось. Вообще сейчас время творчества. Это очень круто. Потому что мы, когда начинали, очень были, очень узкие рамки были музыкальные. Ну, это связано, конечно, с менталитетом, безусловно, зрителя. Но за это время произошла реальная революция. И то, что сегодня рэп, там, R&B является основоположником популярной музыки, то это заслуга, в первую очередь, конечно, не ребят, которые стали кумирами, а это заслуга зрителей, которые выросли для этого. Это очень важно. Потому что мы тоже пытались это все делать в свое время, но это было никому не нужно, потому что, ну, не воспринималось. Ты же не такая, как все, я в твоих глазах утону. Знаю, ты не такая, как все, я тебя люблю. Не могу не спросить, какая не такая, как все должна быть барышня, чтобы привлечь твое внимание. Самое главное – это индивидуальность, обаяние, интеллектуальность, чувство юмора. Вот потому что мы живем же не с картинкой, мы живем с внутренним миром человека. Я не идеальный человек, в моей жизни было действительно три брака. Не моногамин. Да, не моногамин, да. Но у меня трое прекрасных детей, с которыми я постоянно общаюсь. Более того, мы общаемся все вместе с их замечательными мамами. Жизнь – такая штука, да. Ну, бывает, влюбился, бывает, люди встречаются ради того, чтобы не прожить всю жизнь, а ради того, чтобы дать новую жизнь. Ну что, огромное спасибо тебе за интервью. Спасибо огромное. Всегда мы рады видеть Дениса в нашем городе. Почему-то мне кажется, что не последний раз. Кап-капли дождя по мостам. Теперь вы. Уезжаешь. Хорошо. Стук-стук каблучком, словно время назад. Кто-то в винопад. Информационная программа «12 новостей республики» продолжается. Выпуски Мариэл ТВ смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия на сайте tvregion12.ru, а также на нашем ютуб-канале и группах «ТВ Регион 12» в социальных сетях. В студии была Екатерина Роман. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok